Утром 16 сентября в Белгороде прогремели громкие взрывы. Как сообщают местные телеграм-каналы, над городом поднялся столб дымом. После прилета загорелся частный дом. На бульваре юности прилетела в газель. Также прилет пришелся по улице Есенина. Там загорелось несколько автомобилей и поврежден жилой дом. Телеграм-каналы сообщают и о попадании снаряда в многоквартирный дом на улице Щерса. Об атаке по городу отчитался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что по предварительным данным ранены 8 человек. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. А вот в Ростовской области за сутки потушили 135 пожаров, из них 5 по повышенному рангу. Отмечается, что возгорания могли произойти вследствие поджогов. Тем временем, ВСУ продолжают продвижение в Курской области РФ. В сети появились кадры колонны сил обороны, которая под обстрелом прорывается по полю, обходя село Веселое с южного востока. Заявление Абтиала Удинова о том, что он не намерен спасать из украинского плена чеченских бойцов Ахмата, якобы вызвало гнев главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом ссылаясь на источники, пишет телеграм-канал Кремлевская табакерка. В видеообращении 15 сентября командир спецназа Ахмат Абтиал Аудинов заявил, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, поскольку те, по его словам, не заслуживают жизни. Украинцам, я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны 100 лет и 2 года. Вообще не надо мне звонить. Я что, обменщик, что ли? Тем более, я могу вытащить и обменять кого угодно, но не чеченцам, которые добровольно сдались в плен. Алаудинов сказал, что таких военнопленных он даже не может назвать мужчинами. Он добавил, что не имеет в виду бойцов, которые сдались в плен, будучи тяжело ранеными или контуженными. Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. Как пишет кремлевская табакерка, Кадырова якобы разозлила то, что Алаудинов по непонятным причинам поставил чеченцев ниже других военных, в том числе ниже срочников, которые никак не проявили себя на поле боя, но при этом их вернули из плена. По данным канала, у Кадырова якобы был план обмена чеченцев из плена, но теперь он разрушен. Кроме того, кремлевская табакерка пишет, что после таких заявлений серьезно упала мотивация бойцов Ахмата. Однако, как считает бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак, заявление Алаудинова о том, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев является правдой, и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом, как пишет Униан, он сказал в интервью 24 каналу. А это означает, что для военнопленных дороги в Чечню нет. Для Украины это действительно большой козырь, ведь этих людей можно привлекать к добровольческим формированиям. Я понимаю, что несколько десятков пленных не изменят ситуацию, но для вооруженных сил Украины появилось большое количество опций. Ступак подчеркнул, что тезис российской пропаганды «своих не бросаем» уже давно разбился в дребезги. ВСУ продолжает продвижение в Курской области РФ. 12 сентября украинские саперы прорвали российскую оборону вдоль границы вблизи поселка Новый Путь, примерно в 30 километрах к западу от украинского выступления в Курской области. Как пишет издание Forbes, то, что выглядело мелким штурмом, быстро превратилось в гораздо более опасное для россиян явление. Отмечается, что украинские бронированные машины стремительно продвинулись на несколько километров в сторону поселка Веселая. ВСУ дошли до южной окраины населенного пункта и практически взяли его под свой контроль. По данным Forbes, российский гарнизон вокруг Веселого включает в себя большое количество плохо подготовленных молодых призывников. В материале предполагают, что, вероятно, привлечение неопытных и плохо обученных срочников привело к быстрому продвижению ВСУ по этому направлению. Это зловещий знак для россиян, что их оборонные усилия в Веселом, очевидно, также зависят от неподготовленных молодых людей в возрасте до 20 лет. В то же время, как пишет Financial Times, Россия усиливает контрнаступление в Курской области. Согласно заявлениям российского генштаба, россияне якобы отразили у украинских сил около 63 квадратных километров территории. Впрочем, по данным Дипстейта, Украина все еще продвигается вперед на севере. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали наступательное действие. Он также отмечал, что Украина будет использовать захваченную землю в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах. При этом Украина не планирует захватывать больше территории на курском направлении. Об этом в комментарии Financial Times сообщил представитель украинского оборонного ведомства. По его словам, украинские силы сконцентрированы на выполнении других задач и работают над защитой своих флангов. Во временно оккупированном Севастополе потоп из-за сильных осадков. По словам назначенной Кремлем так называемой власти, поступают сообщения о серьезных потоплениях, сходе грунта на дороге и о заливах жилых территорий и домов. Полностью затоплена машина, домик для котов снесен. Машины затопило. Сносит потоком воды. Все течет с дороги, троллейбус вон плует. Это какой-то кошмар. Как видно из многочисленных видео в сети, машины на дорогах ушли в плавание. Общественный транспорт местами парализован. Вода залила укрытием. В укрытии тоже комфортно. Водичка. Прям скрывайтесь, люди, не хочу. Также крымчане жалуются, что на недавно реконструированном Камышевом шоссе не предусмотрели ливневую канализацию. Да и с планировкой уклона дорожного полотна большие проблемы. Вот, уважаемые наши коммунальные службы и строители дорог, объясните, пожалуйста, почему у нас пробка на Камышевом шоссе из-за того, что вы не предусмотрели ливневку. Посмотрите, пожалуйста, на этот, не буду говорить неприличным словом, что. Севастопольцы жалуются и на то, что подъезды затоплены после капитального ремонта крыши, которую отремонтировали несколько месяцев назад. Пока одни территории Крыма заливают из-за бездействия оккупационных властей, другие территории из-за действия оккупантов засыхают. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», в тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды. Пересохшее одно водохранилище заросло колючими сорняками. По дну уже успели накатать дороги автомобилей рыбаков, которые вылавливают последнюю рыбу в водоеме. Сообщается, что тайганское водохранилище вряд ли восстановится в следующем году. Главным компонентом плана победы президента Украины Владимира Зеленского является разрешение западных стран на удары вглубь Российской Федерации. Об этом заявил советник главы офиса президента Сергей Лещенко. Они хотят услышать план победы, который украинский президент довольно обтекаемо языком намеков озвучил на конференции. Он сказал, что план победы зависит от президента Байдена. То есть, очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, значит, бить по аэродромам, военным базам, хранилищам, где хранятся те ракеты, откуда взлетают те самолеты, которые потом бомбардируют украинскую землю, уничтожают украинские города, убивают украинских гражданских. Представитель офиса президента уточнил, что такое разрешение, которое должен дать Байден, будет обсуждаться на генансабле ООН на следующей неделе. Тем временем издание The Economist пишет, что США заставляют Украину воевать со связанными руками. Также издание отмечает, что если после встречи с Зеленским Байден все же смягчится, вряд ли будет сделано публичное заявление. Решение может быть тихо передано Киеву, чтобы преуменьшить его значение и сохранить втайне. Возможно, изменения будут подтверждены только после того, как цели в России будут поражены западными ракетами. Ранее президент Украины сообщил, что в сентябре планирует поехать в США, чтобы представить пакет победы. Зеленский тогда подчеркнул, что такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями. Либо армию оккупантов вытесняют силой, либо дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. Кроме того, украинский лидер отметил, что каждый человек, который видит на карте, откуда Россия ежедневно наносит удары, где она готовит силы, где держит резервы, располагает военные объекты, какую использует логистику, каждый понимает, для чего Украине дальнобойность. Мы подробно говорили об этом, кстати, с Энтони Блинкеном и Дэвидом Лэмми, госсекретарем США и британским секретарем по иностранным делам, которые недавно были в Киеве. Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. Президент подчеркнул, что речь идет о дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира. Мы очень надеемся на наших партнеров и на результат от них. По крайней мере, мы работаем над этим. Министр обороны Дании сообщил, что его страна предоставит Украине до конца года еще одну партию истребителей F-16. Количество не назвал, но уточнил, что первый самолет было передано Украине в августе этого года. А в целом Дания планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16. После череды неудач в Курской области и выхода части из-под контроля российского правителя Владимира Путина, диктатор посещал Монголию для встречи с шаманами. Об этом в колонке для Шпигель написал российский журналист Михаил Зыгарь. Как пишет Зыгарь со ссылкой на кремлевский источник, перед началом полномасштабного вторжения в Украину, Путин якобы также консультировался с различными шаманами. Тем временем стало известно, что украинские саперы прорвали российскую оборону вдоль границы вблизи села Новый Путь. Как пишет Forbes, то, что выглядело коротким и мелким штурмом, быстро превратилось в гораздо более опасное для россиян явление. Украинские бронированные машины стремительно продвинулись на несколько километров мимо нового пути в сторону ближайшего города Веселое. В СУ дошли до южной окраины населенного пункта и практически взяли его под свой контроль. Российские местные власти объявили эвакуацию из Рыльского и Хаматовского районов Курской области. Более того, в Москве ходят слухи, что Путин не применит ядерное оружие без разрешения шаманов, пишет Униан. Тем временем, как сообщает Униан, вспомнилась и история с якутским шаманом Габышевым, которого глава страны-агрессора всячески пытается нейтрализовать. Ведь этот шаман шел на Москву, чтобы свергнуть Путина с престола. Фантазии Путина с удовольствием подогревает его окружение. Шейгу таскает с собой президента России в тайгу на различные шаманские обряды, в которых Путин лично участвует, пишет Униан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова